Отчего наши отцы и деды так неистово рвались в школу? Почему для них даже сама мысль о том, чтобы прогулять урок, казалась абсурдной? Потому что человек создан таким. Жажда знаний – одна из самых неутолимых наряду с жаждой путешествий и открытий. А ответ, мне думается, просто. Каждый человек, особенно если он еще не искалечен вложенными в его голову нужными знаниями, бессознательно выявляет ложь в потоке, поступающей из неинформации. Выявляет и вычленяет за ненадобностью. У него срабатывает природный иммунитет, своеобразный предохранительный клапан, защищающий разум от всего ненужного и временного. Целью современных систем образования является демонтаж защитной системы. И тогда, в среднем к 7-8 годам, у кого чуть раньше, у кого-то позже, человек утрачивает способность мыслить самостоятельно. И он, как губка, впитывает в себя все, что в него вложат. Все то, что принято называть знаниями. Но ведь эти знания далеки от истины. По сути, это собрание заблуждений, накопленных за всю историю развития современных науки и обучения. Именно обучение, а не образование. Потому что запоминание чужих заблуждений и образований – это не одно и то же. Образование – это творчество, полет мысли. Образование – это процесс самостоятельного постижения путем проб, ошибок и открытий. Человеку, чтобы созидать, нужна свобода воли, а не зубрежка. Только открытия, сделанные самостоятельно, могут окрылять и сподвигнуть к дальнейшему увлекательному путешествию на пути познания. А если нет открытий, тогда исчезают последние осколки стремления к совершенствованию. Зачем? Ведь все вокруг вранье. К тому же те, кто врет, и те, кто принимает правила игры у жицов, становятся успешными и внешне счастливыми. А знания, как известно, умножают печали. Часть людей, пройдя сложный жизненный путь, получив некое подобие свободы, стряхивает в себя морок, в который их погрузили в раннем детстве, и энергично стараются наверстать упущенные. С различной степенью успеха, но они стараются соответствовать званию человека разумного. Но подавляющее большинство так и покидает этот мир, не расставшись с иллюзиями. В Краснодаре живет один из тех, кто не смирился с участью программируемого биологического субъекта. И, будучи уже на пенсии, он занялся тем, чем и должен заниматься человек разумный. Образованием. Знакомьтесь, Эдуард Владимирович Шок Инженер Закончил комсомольский на Амуре государственный университет 55 лет В числе любимых занятий в свободное время физика и астрономия Как же родилась его идея разработки оригинальной версии, которая затрагивает основные вопросы мироустройства? По версии академической науки, в той области все уже давно открыто и является аксиомами, не требующими доказательств. Мол, зачем тратить время на то, что уже давно доказано? Ньютоном, Эйнштейном, Дарвином, Павлом и другими. Когда в литературе появились снимки, сделанные американским орбитальным телескопом «Хаббл» с изображением спиральных галактик, мне пришла мысль о том, что они выглядят как воздушные шарики, наполненные дымом. Затем подумываясь, что если в них проколоть две дырочки, то они начнут летать по комнате, вращаясь с ускорением. В детстве мы все так делали, надували шарик и отпускали, а он летал с шумом по комнате. Но в то время я не мог понять, как такое может произойти, а общепринятая теория всемирного тяготения этого просто не допускала. Но когда я увидел водяной шар с пузырьками в невесомости, все вдруг стало на свои места. Вот как оказывается устроенные тела в космосе. И тогда я стал смотреть другие фото. Оказалось, что все так и происходит в разных вариантах. Вот почему спиралевидные галактики имеют дискообразную форму. Вот почему в Солнечной и других системах планеты движутся в одной плоскости. Вот почему ученые в центре спиралевидных галактиких ничего не могут рассмотреть. Там просто нет ничего. Возможно, там даже более разряженная, ну, меньшей плотности материи. Вот как появляются спутники планет и кольца. Как у Сатурна и многое другое. Но я не ученый. Я много чего не знаю. А если бы этим занялись ученые, то был бы прорыв во многих областях. Потому что все взаимосвязанное. Тогда и теория гравитации должна быть пересмотрена. Нет в центре планет и звезд суперплотного тяжелого железного ядра. А тогда просто масса не может являться причиной гравитации. Масса является эквивалентом энергии этого процесса. Но тогда придется обозначить сам процесс гравитации. И это может стать переворотом в науке. Но это все должны делать настоящие ученые. А в мире власть захватили релятивисты. Со своими кротовыми норами, черными дырами, бозонами, темными энергиями, материями, искривлением пространства и пространством временем. Извините. Причем отрицая все альтернативные теории, они признаются, что не знают, что такое гравитация. Электрический ток и поля, которых уже много, у них уже почти три десятка элементарных частиц. И каждый раз они эти частицы снова делят на положительную часть и отрицательную. Они не знают, как устроен атом. И у них в материальном мире есть пустота. Большие газовые скопления всевозможной галактики, звезды и планеты мы наблюдаем сегодня в бескрайних просторах Вселенной. Когда это все появилось, я сказать не могу. Но расскажу о явлении, которые, на мой взгляд, осталось незамеченным. Начну с демонстрации простого эксперимента, проведенного космонавтами на орбитальной станции. Наш шар с чаем имеет собственное вращение вокруг своей оси. Сейчас, когда все переходные процессы стабилизировались и есть постоянная скорость вращения, наша капля жидкости имеет полноценную форму шара. И весь воздух, который есть внутри, собрался вокруг на оси вращения. Это очень хорошо видно сейчас. Это не что иное, как центробежная сила. Жидкость тяжелее воздуха, поэтому она в процессе вращения под действием центробежной силы уходит на периферию. А воздух, так как он является более легким, сохраняет свое положение ближе к оси вращения. Как вы думаете, чем этот шарик отличается от других похожих, разбросанных во Вселенной? Я считаю, что только размерами и материалами, из которого эти шары состоят. Но законы природы везде одинаковые. Или я ошибаюсь? И для искривленного пространства есть одни законы, а для космической станции другие? Давайте вместе, внимательно понаблюдаем за Вселенной, подумаем и сделаем вывод. Вот в бескрайних просторах космоса висит вращаясь огромный шар раскаленного вещества. Проходят миллионы лет, и температура шара падает. Причем остывает в первую очередь поверхностный слой. Ну и, как мы все знаем, при охлаждении вещество становится плотнее и сжимается. Другими словами, звезду начинает стягивать более холодной оболочкой. Давление внутри повышается, система становится нестабильной и должно где-то порваться. Очевидно, в самом слабом месте. А самое слабое место вы можете увидеть своими глазами. Что произойдет дальше? Ну, фантазия может завести далеко. А на самом деле и придумывать ничего не надо. Вселенная все нам показала, только смотрите внимательно. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Например, такой. Звезда имеет тонкую остывшую оболочку из более плотного вещества. Внутреннее давление выросло, и газ вырвался с одного полюса, причем достаточно быстро. Облака газа расширилась, образуя шары застывающего газа. А звезда отлетела от этого облака, как реактивный снаряд, и сильно уменьшилась в размерах, практически до массы своей оболочки. В какой-то момент струя газа смещается от оси и придает звезде вращательное движение. И та начинает вращаться с резким ускорением, образуя в плоскости один рукав, плотно закрученный по спирали. Ученые говорят, что это якобы маленький карлик стягивает с большой звезды вещество, но как-то с трудом могут объяснить, как получается спираль. Если ускорение вращения велико, может случиться, что звезда разрывается центробежными силами, тогда мы видим выброс разогретого до состояния плазмы газа в виде струй по оси вращения. Это явление называют квазаром. Много примеров, когда выброс газа с обоих полюсов имеет взрывной характер. Вид сбоку такого явления выглядит вот так. А если посмотреть со стороны полюса, то это явление называют туманностями, и ученые не могут понять, почему звезда якобы во все стороны сбрасывает оболочку. На самом деле, это просто вид с другого ракурса одного и того же явления. События могут развиваться иначе. Звезда в центре может иметь относительно мало газа. При выбросе этой порции звезда получает такую угловую скорость вращения, что не позволяет ей разорваться на две части. Получаем якобы две слипшиеся звезды. На самом деле, это одна, недоразорвавшаяся. Но в других случаях может произойти и разрыв. Тогда получаем двойную звезду. Одним словом, разных примеров этого явления много. Но основа у всех одна. Я предлагаю рассмотреть, наверное, самые распространенные сценарии развития событий. Состав звезды, ее размеры, скорость первоначального вращения, скорость истывания и сжатия таковы, что случилось следующее. Газ стал вырываться под огромным давлением с одного, а затем и с другого полюсов. Причем струи газа вырываются не по оси, а в стороны, раскручивая звезду с ускорением, поперек первоначальной оси вращения. Какие энергии высовывождаются при этом, можно только догадываться. Звезда начинает вращаться с ускорением. Как видите, она вытягивается и становится похожа на гантеля. Газ еще сильнее сжимается центробежными силами и происходит резкий выброс и рывок. А такое явление, как инертность, оно и в Африке инертность, и на Альфе центральной, и везде во Вселенной. Вещество просто срывается с концов гантелей и остается висеть в пространстве, рисуя рукава спиральной галактики. Оставшийся газ опять собирается в центре того, что осталось от звезды. И в тот момент, когда центробежные силы окончательно разрывают светило, раскаленный до состояния плазмы газ под огромным давлением вырывается в виде струй, называемых квазаром. В центре нового образования, под названием спиральная галактика, остается кольцо в виде бублика из раскаленных остатков газа и мармы. Смотрите сами, это ведь так очевидно. Такие же процессы протекают и на других уровнях. Давайте посмотрим на нашу Солнечную систему. Ученые не могут объяснить, почему планеты движутся вокруг Солнца в одной плоскости. Не могут объяснить или не могут думать по-новому. Давайте с вами разберемся. Вот имеется звезда. Она вращается вокруг своей оси. Вот в центре скопился газ. Вот он сжался и вырвался наружу, увлекая за собой расплавленную магну. Вот почему пояс Койпера состоит в основном из водяных глыб, аммиака и метана. Ведь самый легкий газ вырвался первый. Затем газовые гиганты. Там более плотное вещество. А затем уже отрывались куски магмы в перемешку с газом наши ближайшие планеты. Наша Земля такое же небесное тело. И процессы те же. Когда планета начала остывать и сжиматься, давление газа стало критическим и газ вырвался наружу. Сколько раз такое в истории Земли случалось никогда не знаю. Но думаю, что динозавры вымерли в один из таких случаев. И это событие совпало с появлением Луны. Думаю, в то время Земля вращалась вокруг другой оси с угловой скоростью больше, чем сейчас. И была сильно сплюснута на полюсах. И полюсы находились в других местах. На экваторе была суша, составляя сплошное кольцо из материков. А на полюсах были океаны. Насыщенная водяными парами атмосфера была гораздо плотнее ниже. Земля скорее походила на диск. Жизнь бурлила, и гигантский размер животных объясняли жизнью на экваторе и большими центробежными силами. Земля продолжала остывать, и в какой-то момент земная кора на одном из полюсов не выдержала. И газ из центра планеты вырвался с огромной скоростью, увлекая часть магма и земной коры. Так образовалась Луна. Она скорее сфера, ведь внутри газ, а сверху застывшая оболочка. Земля же стала вращаться поперек предыдущей оси, почти так, как она сегодня вращается. Динозавры, да и почти вся жизнь на планете, исчезли и идут на долгие годы. Планета стала вращаться медленнее. Атмосфера остыла, и месяцами шли ливны, затопив практически всю сушу. Земля приобрела шарообразную форму. В момент рождения Луны, Земля совершила рывок вокруг новой оси. Африку оторвало от американского континента и отбросило к Емразии. А та, в свою очередь, стала сползать к новому экватору, что продолжается до сих пор. Такой выброс газа был еще раз, и совсем недавно, когда на южном полюсе кора лопнула. Газ выходил медленно, подхватывая расплавленную магну. Так образовалась Антарктида. Давление в центре земли понизилось, и на северном полюсе вследствие этого кора просеяла. Возможно, там и находилась ария. В этом месте возникло резкое разрежение, и верхние слои атмосферы с очень низкой температурой достигли поверхности. Мамонты были обречены, и они погибли почти мгновенно. Следом прокатилась цунами, накрыв промерзшую землю слоем глины. Потом ледник, вечная мерзлота и т.д. И кольца Сатурна, и спутники других планет, все это следствие одинаковых процессов. Я думаю, что если увидеть очевидное, пересмотреть некоторые научные парадигмы, мы можем по-другому посмотреть на причины такого явления, как гравитация. Продолжение следует... Продолжение следует...